Итак, Псалом 147. Первое, что во всех древних книгах пишут, что этот Псалом при укусе змеи, когда змея укусила человека, читает обязательно этот Псалом. Философская часть очень простая. В пророческом озарении царь Давид прославляет Бога, который отстроит Иерусалим, возвратится знанникам. И все это будет. И в этом плане Мольбим писал, что это очень великий Псалом. Есть еще интересная одна вещь здесь. 16-й Псалом. Самый известный, кстати, в этом Псаломе 15-й, мы о нем поговорим. 16-й Псалом. Всевышний дает снег, как шерсть. Написано, что каждое слово тайна. Вот давайте на этом примере сейчас увидим. Казалось бы, зачем сравнивать шерсть со снегом? Делим, каждое слово это тайна. И мы никогда не поймем до конца, что именно сказано в Великой Импотайне. Ну, хотя бы поверхностно. Что особенное в шерсти? Почему в холодное время люди носят шерстные изделия? Люди считают, что шерсть греет. На самом деле шерсть не греет. Если термометром написали мудрецы, возьми шерстяную ткань или льяную ткань, то увидишь температура одинаковая. Тепло исходит от тела. Шерстяные нити, они созданы из скрученных волосиков, таких в отличие от прямых, таких льяных. И они создают изолирующий барьер. И он удерживает тепло между телом и шерстяной тканью. И вот этот теплый воздух не дает человеку замерзнуть. Поэтому Давид Амеллах сравнивает снег с шерстью. Он дает такое же сравнение. Почему? Снег такие же качества имеет. Он не падает там плотными огромными кусками. Наоборот, легкие такие снежинки. Пушистые хлопья, они образуют на земле такое толстое покрытие. И снег падает, являясь изолятором. Вот почему, когда на землю падает снег, он словно шерстяное одеяло согревает землю. А землю, написано, нужно держать теплее ради корней, семян до весны, до времени оживления природы, напоминающей оживление мертвых. Поэтому, когда мы даже читаем простое слово в тигилим, там, снег, шерст, мы должны понимать, что у них все так просто. Вернемся к значению. Еще раз, гула от укусов смеи написана также для лечения разбитого сердца. Когда у человека антипрессия, грусть, нарушение связанное с бритом и так далее, читают этот псалом. От слова глаза, чтобы, пишут 147-й псалом, надо упором на 15-й пасок, который вообще во многих, во многих древних книгах описан. 15-й пасок этой книги, потому что в этом пасоке закодировано одно из 72 имен Всевышнего, очень сильное, которое как раз имеет силу отменять зло и глаз. От заикания и красноязычия тоже читается 15-й пасок, в первую очередь, и нет, читается псалом, но на 15-м сосредотачивается. Для быстрого спасения от какой-то проблемы, вот там, сразу читаешь ты 47-й, сосредотачиваешься на 15-м пасоке, и подумай потом во время этого о своей проблеме, а потом продолжай читать дальше. Ну, при укусе любого животного также положено читать этот псалом, написано, помогает. Вот все по 147-м, браховая слава.